Святитель Иоанна Златоуста Избраны беседы про дневных вопросах христианской жизни Беседа о том, что добродетельная жизнь И о том, что душам, упроводящего порочную жизнь Исполнено страха и неправых мнений На беседу на деяния Великое дело, жизнь добродетельная, возлюбленные Как бы кто ни был груб, хотя бы не хотел Явно согласиться с учением Но и он склонится на нашу сторону Похвалить и поделиться А каким образом, скажете, достигнуть превосходной жизни Не иначе, как силою Божью Отчего же язычники бывают такими добродетельными Если бывают такими, то одни по природе, другие из тщеславия Хотите ли знать, как важна жизнь И какую она заключает в себе силу убеждения Многие из ритиков, хотя содержали самое нелепое учение Имели такую силу, что многие люди Из благоговения к их жизни Даже и не исследовали их учения А другие, и осуждая их учения, уважали их за жизнь Это не хорошо, но так было То и ослабляет важность нашей веры То и не извращает все Что никто нисколько не думает о жизни Это унижает веру Мы говорим, что Христос есть Бог Предлагаем множество других догматов Между прочим, говорим то, что Он заповедал всем жить правильно Но на самом деле это не у многих Порочная жизнь унижает догматы о воскресении О бессмертии души, о суде И принимает много противного Судьбу, необходимость, неверие в промысел Душа, погрязшая в пороках Старается изобретать для себя подобного рода утешение Дабы не скорбеть при мысли, что есть суд И что нас ожидает воздаяние за добро и зло Такая жизнь производит бесчисленное множество зол Делать людей зверями и даже бессмысленные звери Ибо что есть в каждой породе зверей порозы То она часто соединяется в одном человеке И не извращает все Для того дьявол вел судьбу Для того внушил, что мир существует без промысла Для того предположил, что существа бывают добрые или злые по природе И что есть зло безначальное и вещественное Для того он делает все, чтобы развратить нашу жизнь Ибо кто таков по жизни, тот не может не отказаться от неправильного, неправого учения Не пребывать в здравой вере Но принимать все это, принимать все это по необходимости Я не думаю, чтобы можно было из живущих порочно Найти хотя бы одного человека, который был бы не Не держался сатанинских мыслей Что есть судьба, что все происходит случайно И устрояется без порядка и рассуждения Посему, увещевая вас, будем стараться о добродетельной жизни Чтобы не принять и неправого учения Каин в наказание должен был стянать и трястись Бытие 4.12 Таковы все люди порочные Сознающие за собой множество зол Они часто пробуждаются от сна С неспокойными мыслями Со смущенными глазами Все возбуждает в них подозрения Все приводит их в ужас В душах исполнено тяжкого предчувствия и боязни Смущается и изглевает от страха и ужаса Ничего не может быть бессильнее Ничего безумнее такой души Как без случаяся не способны владеть собою Так и она собою не владеет Как она может прийти в сознание Подвергшись такому омрачению Между тем, как если бы она Любила тишину и спокойствие То могла бы познать свое благородство Но когда ее возмущает и устрашает все И сновидения, и слова И действительные явления, и подозрения То как она может прийти в самосознание Находясь в таком неспокойном и расстроенном состоянии Отвергнем же этот страх Расторгнем эти узы Ибо если бы и не было в будущем никакого наказания То не хуже ли это всякого наказания Постоянно находиться в страхе Никогда не иметь дерзновения Никогда не чувствовать отрады Помня все это Верно будем сохранять спокойствие И стараться отпечить о добродетели Да вы здраво мыслят и право поступая Нам неуклонно провести настоящую жизнь И сподобиться благ обетованных любящим Бога Благодатью человека любим И народного сына его С которым отцу вместе со святым духом Слава держава честь ныне и пресна И во веки веков Аминь Помни нас Господи И в добрейнейшего царства